всем привет вот я на пасеке выходит рой второй у нас семьи прошло уже где-то 9 10 11 дней после выхода 1 роя с этого улья он вышел мы посадили в этот вот белый улья его и вот ждал я вчера позавчера что выездят а он только сегодня вышел сейчас пойду одену маску и будем ловить его когда сломим второй рой с этого улья сразу же его надо будет перебрать единственное что погода на улице тучки ходят вокруг ну думаю время много не займет здесь 16 рамок и надставка без разделителя все это переберем когда переберем этот второй рой с маткой гарантированной целой что будет районе высыпем обратно просто еще и будут наши пчелки уже работать не отвлекаться на роение вчера я вот те две семьи что следом стоит это уже 2 стала была одна семья вот эти вот видео я выложил про его уже это я в этом улье была семья здесь 10 рамок было неполных разделил на 2 тоже роевая семья отроившись 6 дней назад разделила на две буду сюда матки бакфаст подсаживать через недели две должны прислать мне ладно сейчас я пойду одену маску чтобы за шиворот пчелы не лезли они роевые то не злые но за шиворот залезет кусик одену маску будем ловить бесполезно Продолжение следует... 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 Тучки подходят, наши пчелы вроде как свиваться начали, значит вышла матка. Дождик начал капать, нашли время выйти, с утра было больше, распогодилось, могли бы до обеда выйти, сейчас уже 12 будет где-то, даже час, а они в час вышли. Если у меня ульи летками на север стоят, то из-за этого рои выходят не рано утром с 10 часов до 9, а после обеда, оно то и удобно, мне надо с утра сидеть тут, вот опять гром. Если нам удастся этот второй рой словить, то уже его заховаем, и надо будет просмотреть эту семью в быстром парадке, просмотреть и обратно этот рой вечером вытрушу с маткой. Я вчера вот, когда эти семьи раздербанил на две, то улей здесь стоял у нас, вот видно место это. Я его сдвину сюда, чтоб пчел разделились на пол лета, потому что большинство пчел возвращалось назад к старой улей, и получалось, что они, думаю, взлетели почти все. Хотя и струшивал сюда всех подряд, чтоб здесь осталось молодой пчелы много, чтоб не послетало. Но все равно, вот сюда больше идут, и с обножкой идут, знаешь, где-то матка осталась у них. Матка к ним все-таки вернулась, та, что сбежала. Конечно, это немного неудобства доставить, где надо ее искать, она такая темненькая, черная. Показать даже, там мертвая лежит одна, они одинаковые были. О, выпала матка. Две одинаковые матки были, вот такие вот. О, если видно, не знаю, порызкость ерундова немного, но вот и такая темненькая матка. Эта, та зажалила эту матку, а потом в итоге, по куда-то туда-сюда бегал, и та я сбежала. Ну, она сбежала, вот, буквально, вот, здесь она сбежала, здесь улей стоял, наверное, улей залезла. Он открытый был тогда. Счет не закрыл. Машка залезла, урод. Если что-то тогда не закрыл, я его, и видно, залезла улей. Потому что вот в этом уле у нас видно, что пчелы просто летают, а там они, пчелки, гляжу, и обножку несут. Вот уже набрасываться начало. Не буду им мешать, пускай разбираются, и так им переворот сделал, да маток лишил. Через две недели будем неплодок им садить. Думаю, вот, раз маток здесь нету, чтобы они не отрутнели, а вот сегодня с этой семьи возьму две матки неплодные, посажу клеточки и подставлю сюда, чтобы они чувствовали присутствие маток. Ну, вот, наш райок все-таки свився немного. Наш маточка вышла. Надо бежать, наверное, за лестницей, да колотить, покуда дождь не пошел. По крайней мере, спрашиваются в это. В райе у них, когда будет дождь основной. Вот. В районе есть беседик. Дождь, что мне Dear 교fore, АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААл guy– Если б сто процентов знал, что вышла матка, то я б все-таки полез да подвесил раевню, а не беселю ее сразу здесь. А так сейчас придется загонять, струшивать. Дождик капает. Ничего. Дождик капает. Дождик капает. Дождик капает. Дождик капает. Дождик капает. Продолжение следует... 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 это надо спиртиком протереть уже с пальца жир попал и 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 Наш рой уже в раевне почти весь. Немного там на ветке осталось, пришел сидеть. Может, я сейчас залезу, где-то подгоняю, чтобы матка там где в купе не сидела. Но, наверное, матка будет уже в раевне. Как вы видели, как можно раи в труднодоступных местах снимать. У нас там много веток мелких. И терлась там одна об одну, как раз, где пчелы густо было. Боялся, чтобы не задавить много, но я эту ветку отвел потом аккуратно и все целое осталось. Даже сейчас, если дождь пойдет, так пчелы уже в раевне. Мне страшно будет. Мошки в горло лезут сквозь маску. Гром еще ближе и ближе. Уже почти дошел до нас, до этого километра от нас уже дождь валит сильный ливень. Это рой в тарак. Это рой в тарак это. И он вышел вот, несмотря даже на погоду. Собирался дождь, уже капал почти. Но пчелы все равно вышли. Я думал, назад пойдут летали, беспокойно. Но они все-таки свились, мы их струсили. И они сидят уже в раевне. Осталось только вон там на ветке штук 30-40 сидит. Согнать их и все. И можно закрывать и забирать даже. Ну а сейчас, покуда еще дождя нету, все это дело закрою и сделаю. Думаю, на этом будем заканчивать. Может быть и больше снял, но уже 24 минуты и так. Да неохота монтировать ролики. Долго время занимает. Так одним кадром все будет. Без выразок разных. Без вставок, без заговариваний чего-то. Все снимал, короче, как есть. Рассказал вам, что вчера я делал ошибки какие. Надо, получается, что маток. Если собираешься, чтобы сохранились, сажать раздельные банки, когда маточники срывают, чтобы они не перебились. И смотреть. Ну вот уже раек зашел. Раевню весь осталось. Там вот пчелы сидят немного, но они тоже сходят, смотрю сами. Сейчас они зайдут в раевню, а закрылю и заберу, покуда дождь не пошел. Тушка такая, а не маленькая, наверное. Где-то будет на километр растянута, если не на три. Оттуда, получается, и до туда, да. Туча мощная. Что дождик тоже будет неплохий. Куда она идет, если посмотрят, так вот. Ну, прямо на нас идет. Прямо, прямо. Так что дождь добрый будет. Дальше уже я не буду снимать. Будем все это дело закрывать и спрашиваю туда под навес. Там у меня пчеловодное оборудование, доски сушатся. Штакет мелкий. Штакетник. Это доска двадцаточка, пятнадцатка. Что заборы огородят. Я туда подвешу этот райок. Пускай там в районе висит. На улице сегодня прохладно. То нормально. Так я обычно в подвал их подвешиваю. В подвале. И этот рой. Вечером, если погода позволит, просмотреть эту семью. Оборвать все маточники оставшиеся, чтобы не было ничего. И эту вот рой этот я высыпал обратно. То, что уже отсюда первок отсадил, второй не буду. Потому что останется псалмала. Уберу я у них все маточники. Высыплю на двадцатый рой. Раньше я через перегородку сыпал. Выпускал одну матку. Но я выпущу, разберусь между собой матки сами. Кто хозяйка останется. И все это дело уже у нас будет в этом году сделано. Здесь уже роиться не будут с молодой маткой. Их трогать не будем. Ну а эти, как я и обещал, через две недели матки будем садить. Покажу, постараюсь. Всем удачи. Всем удачного сезона. Хорошего медосбора. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok